Что трудяги? Всем здорова! Сегодня мы в компании Агротехруссия. Находимся на всемирном дне поля, да? Да, абсолютно точно на всемирном. Всемирном? Да, всемирном. Сегодня у нас дебутировали новые трактора Дойцфар. Мы их презентовали. Это первая презентация машин. Значит, машины не просто механические в линейке. В линейке машины есть и пауэршифтовые с аксиально-поршневыми насосами. Вообще, в целом, линейка – это машины от 80 до 280 лошадиных сил. При этом одна из моделей комплектуется передним валом отбора мощности. Трансмиссия на пауэршифтовых машинах справится ZTF производства Германии. Вообще, в целом, это достаточно известная российскому сельхозпроизводителю техника, потому что ранее тракторы этих моделей поставлялись в Россию с заводов Германии. Было принято решение в 2019 году, еще до начала всем известных событий, о том, что производство ряда моделей, тракторов будет перенесено в Китай. И вот мы и презентуем их здесь. Машины сделаны абсолютно по европейским лекалам, по соотношению мощности и веса машины европейская, североамериканская. Мы не имеем тех проблем, которые, к сожалению, есть на ряде тракторов китайского производства, когда трактор мощный. Двигателей крутящий момент хватает, но не хватает веса. Здесь машины, например, машина 220 л.с., весит в базовой комплектации практически 7,9 тонны, а имеет максимальный эксплуатационный вес 12,5 тонн. Сейчас сзади у нас стоит трактор 280 л.с., который один-единственный комплектуется на сегодняшний день передним валом отбора мощности. Если говорить о компонентной базе этой машины, трансмиссия ZTF 40 передач вперед, 40 передач назад. В базовой комплектации становится ходоумедшитель, минимальная скорость 480 м в час, передний мост Dana, производство Германия, двигатель V-Chai объемом 7,8 литра. В базовой комплектации устанавливается переднее навесное устройство, опционально передний вал отбора мощности. Насос аксиально-поршневой 116 литров в минуту. Грузоподъемность заднего навесного устройства 10 тонн. Уникальная машина. Вообще, честно говоря, по секрету, ранее эта машина называлась Агротрон Х-720. Прародителем этого трактора был Агротрон Х-720. Прародителем Агротрон Х-720 являлся трактор Агротрон 265. То есть эта машина нам известна. Но сейчас в Европу идет дизайн чуть-чуть другой, да? Да, европейские машины идут немного под другим дизайном. Устанавливаются узкие LED-фары. Здесь машины, скажем так, в особенном китайском дизайне под наши рынки. Если сейчас смотрим восьмую серию, сколько по цене? Курс, конечно, у нас плавающий. Но тут в рублях, наверное, назову цену. По сегодняшнему курсу стоимость трактора базовой комплектации без переднего отбора мощности 25 миллионов 800 тысяч. И с передним валом отбора мощности 26 миллионов 200 тысяч. Опционально доступен вал отбора мощности передний. Тогда стоимость трактора становится 26 миллионов 200 тысяч. Мы получаем европейский трактор, который сделан по европейским технологичным стандартам, но собранный в Китае крупным узлом, крупноузловая сборка в Китае. Такая уникальная история, уникальная история для рынка, потому что мы получаем рекордные урожаи не просто так. Наш сельхозтоваропроизводитель, он ежегодно тяжелым трудом и потом, он выстраивал самые лучшие, строил самые лучшие технологии для того, чтобы достигнуть результатов, которые есть сейчас. Ушли от качества, ушли от развития вот эти последние годы. Но все-таки как-то хочется, дай мне, для вот этого все. Но видишь то, что хоть что-то, но пытается развиваться. Вот в этом тракторе, да, я уже посидел, сейчас мы сядем, потом зайдем. Там уже чувствуется то, что механизатор, он уже механизатор, он человек. Да, в первую очередь, да. Он потом еще помоется спокойно, ляжет, покушает, и у него там не будет в ушах звенеть что-нибудь еще. Да, 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 абсолютно точно. Это европейские лекала, а в Европе заботятся о комфорте оператора. До 78 дБ, да, кабина. На самом деле, тоже такой внутренний наш секретик, но эти же кабины ставятся заводом SDF в Германии. Эти же кабины используются в Германии. Мы тоже используем V-Chai и U-Chai. Ну, на самом деле, в моем понимании, это хорошо, потому что, ну, на сегодняшний день стоимость владения техникой с двигателем европейского производства, ну, мягко говоря, высокая. Мягко говоря, высокая, поэтому это неплохое решение, да. А как вообще вот этот V-Chai, а не как контракт, он пресс-стенды какие-то проходил, ну, в Германии или что? А как вот немцы дошли до V-Chai? Это же такой шахт для них, должен быть большой, да? Да. Вроде немец, а вроде V-Chai. Да, да. Производят эти машины 2019 года в Китае. И они стали первым заводом в Китае, который начал поставлять и производить внутри китайского рынка трактора PowerShift. Но прежде чем эти трактора оказались у китайских фермеров, первые два трактора, произведенные в 2019 году, оказались в Германии. В V-Chai. В V-Chai. В V-Chai. В V-Chai. Трактор Euro 3, который был произведен в Китае, проходил испытания в Германии на тех стендах и в тех условиях, которые там есть. То есть, да, это шок, но так было. Ну, для русского человека лично, для меня это не шок. Ну, пускай немцы с Китаем все эти сотрудники. Тут не обидно. Ну, в целом, да. В целом, главное, получить результат. Да, 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 качество, качество, да. В моем понимании, тот модельный ряд, который сейчас представлен, ну, решает очень большой спектр задач, потому что многие привыкли работать, ну, так скажем, на технике большой пятерки. Большая пятерка, класс, CNH, рундир, ACA, Дуицфар. И сейчас делать очень-очень много шагов назад достаточно непросто. Достаточно непросто механизатору, который привык работать на поворотшифтовой коробке или на бесступенчатой, там, работать на прессовании, либо с трехбрусовой комбинацией на механике. Ну, я знаю ряд хозяйств, которые столкнулись с проблемой, потому что механизаторы говорят, ну, как бы, я не хочу. Ну, понятно, что их не спрашивают, но все-таки о людях тоже нужно думать и заботиться. Поэтому та линейка, которая сейчас есть, это идеальное решение для нашего сельхозтоваропроизводителя. У нашего клиента должен быть выбор, даже если выше 150 лошадей. Поэтому, да, с точки зрения ценообразования, если продолжать эту линию, того, насколько хорошо эти машины подходят нашему сельхозтоваропроизводителю, на сегодняшний день, что мы имеем? Мы имеем на рынке дешевые, кондовые, простые механические трактора. Они, на самом деле, и будут, и в линейке Дойтсфар тоже. Это дешевый нижний ценовой сегмент машин, которые, ну, не полностью удовлетворяют те потребности, которые на сегодняшний день у нас есть. Сзади нас сейчас, сзади вас стоит семерка, и там была восьмерка. Чем они отличаются? В первую очередь двигателем. Здесь установлен двигатель E-Chai, мощностью 220 лошадиных сил. Можно перевернуть? Да. Это когда ты продал китайцы, да? Здесь двигатель E-Chai, мощностью 220 лошадиных сил. Установлена трансмиссия ZF производства Германия. 24 передачи вперед, 12 передач назад. И передний мост Carrara. Если говорить о технических характеристиках, максимальный эксплуатационный вес этой машины 12,5 тонн. Вес машины в базовой комплектации 7,9 тонны. Гидравлическая система, это аксиально-прышневой насос производительности до 124 литров в минуту. При этом трактор в базовой комплектации достаточно забалластирован. Помимо того, что передняя часть трактора комплектуется наборными грузами, в свое время в Дуэцфаре было разработано но-хау балластирования передней оси. То есть под передней оси установлен балласт весом 330 кг, для того, чтобы обеспечить максимальное пятно контакта передней оси. Если мы говорим о двигателе, это 6-цилиндровый двигатель с системой Common Rail. Система с достаточно высоким давлением впрыска, которая обеспечивает неплохую экономичность машины. Одним из следующих ноу-хау, которое применяется в этой машине, и было применено вообще в отрасли трактора строения первым, то есть фар, это разделение пространства ДВС и кабины, для того, чтобы в кабине оператор испытывал меньше вибрации, и шумоизоляции кабины от этого гораздо лучше. Разница между нишей 280 сил – это восьмая серия, и 220 – это седьмая серия. Сколько по цене провал? Ну, давайте опять по текущему курсу юаней. Значит, сегодняшний день стоимость машины 220 лошадиных сил за балластированного трактора – 17,5 миллионов рублей. И тот 25? То есть вот он ниша, да? Да, да, а тот 25 по 700, почти 26. А на «семерке» есть валотбор мощности передней? Передний валотбор мощности на этой тракторе не устанавливается. Мы в июне следующего года будем сертифицировать и испытывать на российских полях трактор 7WHD, который будет комплектоваться передним валом отбора мощности. И трактор этот будет мощностью 230-250 лошадиных сил. Получается, вы на рынок просто зашли одни из первых, которые на автомате, чтобы опередить… Занять нишу. Первый, потому что, я думаю, впоследствии сейчас, ближе к зиме, уже начнут все-таки подваливать конкуренты из теплых… Из дружественных стран, да, которые все-таки как-то начнут разрабатывать, что-то пытаться, да, топорно, не спорю, но начнут пытаться это делать. Да, 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 абсолютно точно. В моем прогнозе, я думаю, что в ближайшие полтора-два года, в ближайшие полтора-два года на рынке появятся пауэршифтовые трактора другого производства. Вопрос, конечно же, сколько времени будет необходимо производителям китайским для того, чтобы правильно подружить и поженить двигатель с коробкой. Я думаю, на это уйдет промежуток времени достаточно большой, потому что это очень большая работа. Прежде чем у Дуицфар трактор выходит в серию, да, он проходит испытания несколько лет. То есть, поэтому я не думаю, что этот процесс качественно произойдет достаточно быстро. Ведь в тракторостроении самое важное – это подружить двигатель и коробку. Это нельзя сделать... Продель. Дзын! Да. Да, да, да. Значит, да, это самое важное – подружить, да. И вообще, на самом деле, те машины, которые здесь представлены, это, скажем так, дети, да, тех тракторов, которые раньше поставлялись на российский рынок. То есть, фактически, многим известна машина с 6-й G-серии, которая поставлялась ранее на российский рынок. Фактически это она и есть. Но даже по дизайну кабина та же самая. Единственное, что поменялось... Это двигатель. Если говорить о гидравлике, мы одни из немногих, кто сейчас ставит на гидравлические насосы, аксиально-поршневые на трактора, производительные гидравлические насосы. И при этом мы в базовой комплектации, трактор 6-й, 7-й, 8-й серии, комплектуются линией Power Beyond. Линия, которая одно время была не очень популярна, но крайне необходима нам. Потому что объективно у каждой гидравлического распределителя, у каждой гидравлической пары есть ограничения по пропускной способности. Если производитель пишет, что производительная гидравлическая система 124 литра в минуту, это значит, что через одну гидравлическую пару вы получите эти 124 литра. А сейчас есть ряд орудий, которые требуют большого гидроботока, различные опрыскатели, в целом прицепные навесные орудия. И для этого была разработана линия Power Beyond, которая питает орудие напрямую от гидравлического насоса. И это есть в базовой комплектации на этих машинах. На сегодняшний день мы представляем тракторы от 80 лошадиных сил до 280 лошадиных сил. При этом трактор 80 лошадиных сил по-прежнему производится на сборочной площадке в Нижегородской области, в городе Павлова. То есть мы в июне этого года, после года перерыва, возобновили производство. И уже в июне с площадки, с конвейера сошло 18 тракторов игролюк 4.80. Они вернулись на рынок. И клиенты это восприняли, конечно, невероятно. Эти 18 машин, как горячие пирожки, разошлись, потому что парк этих тракторов уже больше тысячи единиц. И они настолько себя надежно показывают в сфере животноводства, при кормлении животных, что без них никуда, потому что это самый низкий трактор, который способен работать со старых фермах. Вы мне по блату в хозяйство привезете на испытания? Договоримся. Чтобы обойти эту коррупцию. Договоримся. Так, Виктор, это у нас все вот это Европа, да? Да. Кроме дизеля, ну, двигателя. Да, да, да. Ну, кабина производится в Китае. Но эта же кабина устанавливается на ряде европейских моделей, на самом деле. Это не дешевая кабина. Ну, в целом, да. Так, ключик. Быстренько. То, о чем мы с тобой говорили, это комфорт. Ты как человек сидишь тоже, да, я думаю? Ну, не в поле. До Москвы я не поеду так, но... Ну, ты не маленький. Ты залез, присел нормально, да? Ну, конечно. Ты можешь обучиться, тебе можно. Для этого я могу даже вот как бы... Ну, тебе удобно, ты можешь обучиться, тебе можно показать, как все делать. Да, да, да. Смотри, на количество дефлекторов. Давай заведем, можно, да? Да, да, да. Кондиционер включим. Сейчас я только включу массу. А, она на улице? Тут нет, да? Да, масса на улице. Ммм. Какой прекрасный обзор. Какой прекрасный. Просто все видно. Капотик прям скошенный. А какая масса у него? У этой машины 7,8 тонны. Максимальный эксплуатацион 12,5. Угу. Что, можем заводиться? Так. На сцеплении или как? Да, лучше на сцеплении. Где он тут тушится-то? Или ладно, можно, да? Охренеть! У него даже вибрации нет. Это нормально? Она должна быть? С чего вдруг? Так, я все, да? Отпускаю? Где он там? Это нейтраль. А, все. Это нейтраль. Да, да, все. Мы на нейтрале. Ну, ручник у нас включен. Поэтому все. А где кондиционер-то управления? Что-то я теряюсь. Кондиционер управления... Вот он, да? Да. Сейчас заберу. А ну, да, вот он, да. Все, стук нашим дефлектором. Мы, значит, завели. Во-первых, это вроде и Вичай, да? Который гремит, должен как паровоз греметь, как мы привыкли. Да. Но его не слышно. Да. Завелся он так, как будто просто кто-то встал со скамеечки. Слушай, можно еще раз попробовать завести? Давай, давай. Не будем никого мучить? Нормально все? Давай, давай, давай. Мы в тракторе. Трактор, сколько объем двигателя? Большой. Шестилитровый. Рядный, шестерка. Да, да. Трактор, 7 тонн массы, 220 сил. 6,8 объем. Да, забыл я, забыл я, как выглядит качество. Ручной газ. Ну, ты можешь поднять обороты до полутора тысячи, посмотрим, насколько будет шумно в кабине. А это обороты, да? Да, это обороты. А на улице он... По-моему, ничего не меняется. Особо. Ну, рабочая будет где-то по две, да? Ну, 1802. Не, у нее очень плавный набор и очень... У нее нет вибрации вообще от слова совсем. Даже при наборе трактор не шатается. Все, никаких вообще нет. Даже близко намеканий. Я забыл, что такое качество. Врать не буду. Последний раз в Джундире такое видел. Здравствуйте. Это класс. Рулевая тоже, я так думаю, да? То есть, одним пальцем. Да, да, да. Где-то там, в общем, кто-то рулит какой-то фиксик. При этом количество оборотов, которые нужно сделать, очень маленькое. Можешь попробовать. Вообще просто. Просто мизинцем можно. На такой технике работать можно. Немножко, да, мы отстали. По общим органам управления. Значит, электрогидролический реверс вперед-назад. При этом он с режимами модуляции. То есть, оператор. Видишь, у нас SMH. Оператор может выбирать то, насколько быстро трактор будет менять направление движения. Например, если мы работаем в поле небольшом, нам нужно, мы часто постоянно перемещаемся вперед-назад, или работаем в ограниченном пространстве, или же работаем с фронтальным погрузчиком, можно сделать так, чтобы трактор очень быстро менял направление движения. Либо не делал это плавно. Это называется режим модуляции. Здесь базовой комплектации. Если мы скажем в грубой форме автоматический реверс, как он будет быстро щелкать, да, туда-сюда? Да, да. Тук-тук-тук. Ну, вот, как бы так. Да, скорость реверса. Ага. Дальше мы выбираем вперед, да, направление. Да, выбираем направление движения вперед и поедем. Ну, значит, на рычаг КПП. Как я и говорил, все, что оранжевое, отвечает за направление движения, за движение трактора. Это рычаг КПП. Здесь у нас 4 диапазона. Вот здесь сзади у нас есть кнопка, это выжим сцепления. Вот это? Пользоваться ножным сцеплением не обязательно. Даже так? Да, при переключении диапазона. А внутри диапазона скоростью мы переключаем без выжима сцепления, просто кнопками, без разрыва потопка мощности. Итого у нас 24 передач вперед, 20 назад. Сколько вот тут? 4? Да, 6. 6? 6, да. Внутри диапазона 6 паршивтовых передач без разрыва потока мощности. 6, 4, 24. У него по факту есть и замедленный ход уменьшитель или что-то? Нет, здесь ход уменьшитель нет. У него минимальная скорость 3 км в час. Ну, все медленно будет, да? На первой пониженной. Это все гидравлика. Все, что зеленое, отвечает за навеску. При этом электронное позиционирование, понятно. Здесь стоят различные датчики. Датчик на разрыв навески. То есть, это чувствительность этого датчика. Если датчик чувствует, что давление достаточно высокое на навеске, орудие выглубляется автоматически. Ну, мы просто регулируем чувствительность. Далее стоит датчик на пробуксовку. Если у трактора повышается уровень пробуксовки, мы тоже чувствительностью можем регулировать, в какой момент орудие будет выглубляться. Скорость опускания и подъема и ограничение по высоте подъема. Это на что? Это память оборотов двигателя. Зажало, и не надо газ нажимать ручной? Да, то есть, мы запрограммировали. Потом мы нажимаем эту кнопку. И там... Все, да? Все, и потом, нажимая эту кнопку, трактор будет включать запрограммированные обороты. А ты нету держишь, что ли? Отпустил ее, да? Все, сбросил. То есть, тебе даже газельку не надо срогать? Не надо, просто через кнопку. Передний мост, блокировка дифференциала и АСМ. Ну, в простонародье я сам лично для себя эту опцию называю защита от человеческого фактора. То есть, трактор, включенный этой опцией, автоматически выключает блокировку переднего дифференциала в случае разгона свыше 8 км в час или поворота рулевого колеса на 14 градусов. А когда блокировка есть, не надо поворачивать, да, нельзя? Ну, мы можем разрушить просто передний дифференциал, да, если мы... Это нужно, чтобы выбирать пятачки. Включены просто выбросы откуда-то, да? Ну да, да. Или ты по автопилоту едешь, да, просто тяжелые условия по прямой, да? Да, да, например. Я тебя услышал. Круто. Можно я просто попробую? А, тоже без сцепления можно, да? Ну, диапазон, да, можно без сцепления диапазон выбрать, например, никого. А, мы на нейтрале. На нейтрале. И все, да, вот так вот? Да, да. И он... И больше ему ничего не надо, да? Нет. Ну, сцеплением можно не пользоваться, только пользоваться, когда заводим машину. Чтобы вот техника безопасности. Все, у нас все начало охлаждаться, стало комфортно. Интересно. Ну, вот единственное, наверное, отличие по Европе, прям в Европе. У них нет вообще металла в кабине, да? Ну, вопрос, да, моделей, да, ситуация разная. Ну, сидушка классная, сидушка прям то, что надо. Европейский граммер. Вот он он. Вот как он должен выглядеть. Вот интегрированный подголовник, который вот он должен выглядеть. Вот он, как он должен выглядеть. Отвыкли мы от такого, но ничего, посмотрим. Если рассказать о гидравлику, у нас управление. Вот синий, все, что синий, отвечает за гидравлику. Желтое – это управление вовом включения. А сколько секций? Оборотов. Доступно в базовой аккумуляции три секции на этой модели. Опционально четыре. Сейчас у нас три. Сейчас у нас четыре. Сейчас у нас четыре, потому что этот рычаг либо вправо, либо влево, либо вверх вниз. А, вон один на две секции. Один на две, чтобы удобнее было. Да, да, да. Это тебе выглубить, опустить секции на культиваторе. Да, и сразу же. И колеса, да, допустим. Да, да, да. Блин, круто. Большой сможем завести послушать? Да, конечно, сможем. Еще класс. Все, да? Да. Охренеть. Короче, давай я выключу. Давай. Ну что, большая, большая серия. Уже запылилась, да, немножко, люди? Вот тот же самый граммер. Чув, не выпадай сегодня оседление. Масса, масса, масса. Тут у нас вот эти, это всегда будет, так, да? Да, это базовое оснащение. То есть приборную панель перенесли. Так, что он сейчас появится, да? Дается фар. Это он, что, проверка системы? Ну, все можно заводить. Все можно, да? Насыпление. Да, в целях безопасности. А, у нас открыт такой, че. Заводка точно такая же. Чуть-чуть придавило. И сейчас пойдет вот он. Ну, он уже холодненький сейчас. Логика управления та же самая. Единственное, что здесь еще есть входовый уменьшитель. А его как, включить можно, режим выбрать? Худомещителя? Да, рычагом. А, тут отдельный рычаг, да? Вот тут? Да, оранжевый. Оранжевый. А тут уже чуть-чуть другой двигатель, да? Он помощнее сам по себе? Здесь двигатель U-Chai, да, номинальной мощностью 280 лошадиных сил. У него больше объем? Он объемом 7,8 литра уже. Но он чувствуется, то есть, помощнее. Да, да. Машина тяжелее, мощнее. Ну, под более тяжелое... Тут мощность должна чувствоваться все-таки по-другому. Ну, не будем людей пугать от... На улице-то мы, наверное, другой ощущаем, да? Там-то чувствуется мощь от А. Да. А весь экран только тут, нигде ничего не выводится. Нет, нет, весь экран только тот, при этом... Рукуется независимо. Хи-хи-хи-хи-хи, как на Ситроене. Помнишь было? Да, да, да. Когда у них... Я первая этого там подумал, да? Да, да, да. Блин, вот вроде странное решение, а вроде с другой стороны. Выглядит даже прикольно. Горь всегда. Перед тобой. Все остальное то же самое. Абсолютно все то же самое. Управление гидравликой, да? Тут направление движения, вперед-назад. Ну, и один из своих отличий, это здесь есть автоматическая продувка радиаторной группы. Лопасти вентилятора поворачиваются в другую сторону, и идет продувка. Просто зажать и все? Да. Сейчас, наверное, там у нас будет пыли-то нет. Но он будет дуть. А, и... Да, просто переворачивается лопасти в другую сторону. Если этот радиатор сам крутится, остужается, он как, автоматом останавливается резко или замедленно? Замедленно. То есть он остановится, надо подождать какой-то участок времени, да? И подождать, пока пыль из-под капота пойдет? Да, да, да. И он прям сильно вытянет пыль? Ну, это помогает. Помогает, да. И все, да? Да. А по остальному изменений нет? Абсолютно все. Кабина даже по габаритам, да? Кабина, да, та же самая. Блин. Не, ну, крут, крут, базар у них. Естественно, что стоит аудио базовая здесь комплектация. Это аудиоподготовка? Там подготовка, а здесь уже стоит непосредственно. А, и дополнительные воздуховоды есть? А там нет. Ага, понял. Ну и все. Пришел потом домой, вышел чистый, аккуратный. Жену можешь обнять с учетом того, что ты ее не измажешь. Дети на тебя там... Голова болеть не будет. Голова болеть не будет, да. Вечером с женой. Круто, круто.